Если перебегается электрический стоп, то у нас есть колебания, мы это на оцелоков приведем, правильно? А основание, словесный ряд под это все мы понять не можем, мы услышать не можем, вы нам его дать не можете, поэтому давайте. Давайте. Это я говорил о том, что я принял килограммы, как метр кубический, деленный на секунду в квадрате, тем самым выразил килограмм через формулу объем и... Ричард, зачем вы вот это все сделали, вот смысл какой, вот вы сразу, то что вы сделали, это мы потом, нам исходную аксиоматику, вот она до того, что вы берете литр умножаете на что-то, смысл передайте этой операции. Литр, я еще раз, я объясняю, я объем умножаю на частоту процессов, которые происходят в нем, например, расширение, тепловое излучение, движение его прямолинейки. Так, у вас есть предположение, что объем умноженный на частоту процессов это? Что? Это масса. Объем умноженный на частоту процессов это масса? Да. Это вот обычная масса в человеческом понимании, которую, да, вот люди используют, да? Ну, ученые договорились, что масса это объем умноженный на плотность. И они пользуются этой формулой. Вы другую какую-то массу придумали или эту как-то хотите изменить? Нет, нет, это так она и есть, по сути своей. То есть вы хотите сказать, что плотность это частота колебаний материи, да? Плотность это частота колебаний материи. Вы так хотите сказать тогда? Да, да. Плотность это частота колебаний материи. На основании чего вы делаете такой вывод? И последний не услышал, что? На основании чего вы делаете такой вывод, что плотность это частота колебаний материи? Это у вас постулат какой-то? Или какие-то основания у вас есть для этого? Нет, я просто пытался, еще иначе, я пытался уравнять две формулы. Формулы, которые для гравитации используются, ну, теракиня и масса. И притягивание, отталкивание уже зарядных частей. То есть формулы похожие. И, кстати, равенства между ними, чем и что их связывают между собой. И вот я, как раз, когда я попался с этой проблемой, я к нам выводил формулы, мне получилось, что масса и заряд связаны между собой. И что у них одна игра. Их отделяет только одна категория. Это то, что у заряда добавлена еще одна величина. То есть он не просто, это как килограмм, умноженный на метр. Килограмм-метр получился. Понимаете, это для заряда кулон, то есть по килограмм-метр. И оттуда у меня пошло все это, уронеешься, на этот, такой подход. Начал ко всем формулам подходить. По большей счету. И начал объяснять, почему формула именно так влияет, а не как-то иначе. Вичард, я как бы ваш стартовый тезис услышал. Понять я его пока не могу. Я тайм-аут на эту тему возьму, пожалуйста. Я как бы... А, конечно, конечно. Потому что звуки прозвучали, смысловой ряд у меня под них не сформулирован. Поэтому я пока в стороны расширять. Расширять запаханную область как бы не готов. Как дела-то у вас вообще? Поэтому я и выдал вам статью, чтобы можно было из общей формулы, которую я выводил. Нет, нет, я не могу так из общей формулы что-то выводить, если нет оксиматического ряда. Если человек не сознается, что, откуда и почему. Мне нужна смысловая нагрузка. Я сразу знал, я сказал, что килограмм это метр кубический, деленный на секунду квадрате, а кулон это тот же самый килограмм умноженный на метр. Вот в чем их требуется только ранее, скажем, за ними. Из этого исходит, что заряд, скорее всего, объект, скажем, частицы, которая расширяется и спадает все равно, вот коллеги, туда-сюда. Это понятно. Так, дальше представление мы услышали. Давайте перекручимся с этой темы, как бы ее уже пока массировать бессмысленно, потому что, ну... Хорошо, хорошо. Ну, значит, вы красавица у нас связываетесь или мне звонить, по-моему, как-то сообщать? Да, да... Как вам нужно время не подумать? Нет, неделю, две. Давайте подумаем какое-то время, пока не... Хорошо, я не настаиваю, какое дело. Ага. Хорошо, спасибо за уделенное мне время. Желаю вам хорошего дня. Хорошего вечера, спасибо. Ну, все, мы тебе даром. До свидания. До свидания. Да уж.